Приветик! Сегодня я была в косметических магазинах, выходила в несколько и совершила несколько покупочек. Вот первая из них, уже опробованная мною, кисточка. Посмотрите, какая красота! Как магазин называется? Не помню. Это какой-то отдел, такой маленький магазинчик в торговом центре. Или вывескосить там все по сколько-то там было. Просто мне нужно было пластиковый контейнер купить. Я туда зашла, посмотрела, а там кисточки. Как же можно пройти мимо вот такой вот кисточки, вот с такой фигней там пересыпающейся. На самом деле я не покупаю кисти от Tom Ford, от Dior. Я не трачу деньги на такую ерунду. Я прекрасно обхожусь с самыми простыми кистями и считаю, что успех макияжа зависит не от бренда кисти, не от ее дороговизны, а от рук визажиста, скажем так, громко скажем так, о себе. Ну, короче говоря, если ты знаешь свое лицо, если ты умеешь подбирать цвета, если ты знаешь, как себя накрасить, то у тебя все будет нормально с любой кистью. Если нет, то как бы ни один Tom Ford тебя и не спасет, несмотря на то, что, конечно, кисти люксовые, они очень красивые, и это все вот такая вот билиберда, но нам, девочкам, вот тоже радует глаз. К тому же стоила она что-то там 200 рублей. Она очень мягкая, синтетическая. Сейчас, кстати говоря, все практически бренды переходят на синтетику. Ну, и мак, профессиональные кисти, и все остальные, потому что, ну, люди стали очень аллергичными, и натуральные кисти вызывают аллергии у всех. Это тоже та же самая синтетика. Кисть набита неплотно, мне это устраивает. Я не люблю плотно набитые кисти, потому что они слишком много продукта дают. А это вот, смотрите, прям вот я так чик-чик-чик-чик-чик, и все, и буду нарумянная. Я особо сильно не люблю румяниться, мне не очень идет яркий румян, поэтому я так вот чуть-чуть-чуть-чуть вот так вот на яблочке вот здесь делаю, как это по корейской системе, то есть вот практически под глаз я делаю себе так раз, и все, это тут растушевываю туда вот чуть-чуть, не наношу, не рисую себе какие-то безумные скулы, они у меня и так есть от природы, не зарисовываю все яблочко, потому что, мне кажется, это опускает несколько лицом, а делаю его сюда, наверх, вот тут раз-раз-раз, и все. Мне нравится. Так, продолжаем про румяны, да. Я купила себе вот такую штуку, у меня никогда не было, а кремовых румян, это Benefit, все знают этот тинт, я купила его себе в цвете самом темном, который там есть, это, что-то, не помню, где это написано, а, да, это Bright Cherry, светящаяся вишника, ну, вот, ну, коробочка там, все взяла в мини-размере, потому что, не знаю, мне кажется, мне вот этого хватит на миллион лет, потому что нужна совершеннейшая капелька. Пробовала они сегодня на мне, вам, наверное, кажется, я не на румяны, но я на румяны. Вот капельку вот совершеннейшую вот вы наносите, вот, посмотрите, я нанесла вот такую капельку, граммулечку, и, да, и вам ничего не видно, потому что свет все съедает, я вообще, а вот так, а мне видно. Вот, освещение от обычной лампы, вот, вот оно такое холодного такого цвета, но если растушевать, это превращается в совершенно, в очень естественный румянец на щеке, мне нравится, вот. Да, ну, вечером снимать, короче, очень плохо, потому что ничего не видно. Но все равно видно, что такие кремовые текстуры, они вот ложатся на щеку практически как твой естественный натуральный румянец. Такой, видите, такой холодноватый оттенок. Мне нравится. Мне понравился, буду играться, его можно и на губы, но обычно такие тинты губы подсушивают, я не очень люблю. Вот, видите, какой оттенок, розово-холодный. Так, купила себе еще помаду от NYX. Хотела ее уже очень давно, это номер MLS18 Bloody Mary. Кровавая Mary. Это такой, почему кажется перламутровым, то, господи, он совершенно кремовый, матовая помада из матовой их линейки. Мне кажется, мне пойдет. Такая красная, красно-малиновая помада. Цвет уходит очень быстро, так темно становится. Косметику показывать сейчас не самое удачное время, но все-таки я вам покажу цвет. Обычно у Dolce & Gabbana девушки ходят вот с такими красно-малиновыми губами. Вот и я буду ходить этой осенью с такой помадой. Отдушка, ну, классическая отдушка для вот этой вот, для матовой их линейки. Мне нравятся эти помады. У меня это третья уже. Ну, не в этом оттенке, а просто из этой линейки третья. Так, еще я была в Матмит Косметик. Туда я ходила за краской для волос. Я решила снова вернуться в свой рыжий. Очень-очень мне хочется, надоело мне ходить с такого, ну, темно-руссо-натурального цвета своего. А возвращаюсь обратно в рыжий. Раньше вот на аватарке у меня стоит девушка. Я стою на аватарке вот с этим цветом волос. Это манго, паприка, паприка, это паприка. Вот такая вот, вот такой вот, на коробке кажется, что очень яркий, очень такой вырви глаз. Но, конечно, в жизни он такой яркий не будет, потому что на ней, мне кажется, это парик. Такого непонятного цвета, как у клоуна, в жизни такого цвета не будет. В жизни это просто медный, яркий медный цвет. Вот, я хочу его смешать вот с таким вот, с гранатом. Да, гранат, это пятерка. И получится что-то среднее между ними. Это у нас, значит, 7, это 5. 5 плюс 7 получается 12, 12 пополам 6. Шестерка, то есть, ну, цвет по темности будет примерно такой же, как у меня сейчас, просто он будет рыжий. Ну, это что-то, знаете, типа будет ирландский красный, красно-медный. И я так планирую, что так получится. Ну, посмотрим, что получится. И по дороге еще увидела два кремика для рук. Вернее, один крем для рук, который я уже покупала и который мне очень нравится. Это от Organic Kitchen. Это куна-бананопитательный крем для рук. Мне жутко нравится, как он пахнет. Он пахнет, конечно же, химозным бананом, но очень приятно. Консистенция у него вот такая вот. Запах очень приятный. Он достаточно питательный для глицеринового крема за 50 рублей. Кстати, сейчас он магнит косметики, 50 рублей. Запах потрясающий. Банановые жвачки, чего-то такого. Но что мне нравится в этом креме, он достаточно питает, достаточно питает руки, но очень быстро впитывается, не оставляет жирных пятен, когда нужно вот быстро ты что-то там помыл, что-то там сделать. Надо быстро намазать руки и идти делать дела. И взяла из этой же линии крем для ног. Называется Хурма, не вяжет, хурма шьет. Но вы знаете, девочки, мне кажется, что это тот же самый крем, только тот был желтый, а этот розоватый такого, розово-оранжевого цвета. Не знаю, как вам передать. Вот, наверное, вот такого вот цвета. Мне кажется, они совершенно одинаковые, они просто отдушки чуточку отличаются. Здесь отдушка более цветочная какая-то, но мне кажется, они один в один. Отдушки похожи, консистенция похожа. Буду использовать на руки, скорее всего. Для ног, мне кажется, он будет недостаточно питательным. Потому что вот я намазала, через секунду все остался только приятный банановый запах, который будет радовать меня зимними и осенними вечерами. Вот такие вот покупочки, ничего особенного. Еще была в фикс-прайсе. Ах, я же была в фикс-прайсе и купила себе два тоника. Почему я купила себе эти два тоника, как вы думаете? Из-за котов, конечно же, из-за того, что здесь нарисованы коты. Что я вам хочу про них сказать? Стоят они по 100 рублей. Вот этот вот гилоуроновый тоник фигня. Он не увлажняет ничего просто. Знаете, это такая легкая мицеллярная вода. Утром можно протирать ей лицо, чтобы снять остатки крема, остатки там кожных выделений каких-то, чтобы намазаться снова кремом. Тоник фу, фу. Нет, тройка ему. Это легкая мицеллярная вода. Косметику он вам сильно не сотрет, но вот так освежит лицо. Ну, после него даже я умылась, потому что мне кажется, он стягивает кожу, я умываюсь после него. Ну, котик хорошенький. Посмотрите, какой милый котик. И второй тоже котик, обормотик. Это у нас, значит, молочная кислота и цинк для жирной кожи. Молочная кислота и цинк. У нас вот хороший тоник. Кислота здесь чувствуется, то есть сияние кожи придает. Вот этот вот тоник я бы всем посоветовала. Когда он у меня закончится, я, пожалуй, куплю себе еще один, если он еще будет. А в фикс прайсе. Еще в фикс прайсе купила кучу всяких стаканов таких пластиковых, закручивающих. Если мы собираемся на отдых, ну, такую вот ерунду, куда кремы переложить. Ну, пустые эти вот баночки, контейнеры. Так, по мелочам показывать не буду, потому что уже прибрала. Не планировала снимать видео на эту тему, потому что, я думаю, на моем канале, ну, там больше парфюмерной здесь не очень-то смотрят видео о косметике, о декоративной косметике, о уходе. Но если вдруг вам интересны такие видео о покупках, то пишите мне, сообщайте, я буду вам показывать. И это тоже. Все, всех целую. До встречи. Пока.